Сюжеты книги каменной просты, не каждый прочитать ее стремится, Ведь вырваны в немногие листы и склеились отдельные страницы. В ее строках, а также между строк, все твари, все творения Господни, И каждому из нас отмерен срок, ведь мы живем не веки, а сегодня. Сейчас, в сию минуту, так или иначе, мы открываем книгу на удачу. Вторая часть, глава шестая, Пермь. Здравствуйте! Я экскурсовод Кунгурской ледяной пещеры Степина Мария. И сегодня я вас проведу по уникальному миру Пермского периода. Кунгурская пещера гипсовая, а гипсовых экскурсионных пещер не так уж и много. Это и мотивирует туристов со всего мира посмотреть подземные лабиринты. С XVIII века любопытствующая публика из местных и ученые России и Европы стали посещать и изучать таинственный мир. Зачем? Чтобы узнать происхождение пещер, ведь они являются неотъемлемой частью нашей Земли. Пещера рождена одной из самых сильных природных стихий – водой. Даже одна капля, упавшая в озеро, вершит судьбу всей пещеры, а их миллионы. Везде царствует вода. В самой холодной части пещеры она подчиняется холоду, и подземный мир превращается в ледяную сказку. Вот мы и в царстве льда. Многообразие ледяных натеков, причудливых форм и размеров, блеск ледяных кристаллов – все это завораживает взгляд туристов. Вот и подошло к концу наше путешествие по подземному миру. Хочется вспомнить слова первого экскурсовода Кунгурской пещеры Александра Хлебникова. Господа, проезжающие мимо Кунгурской пещеры, величественной сокровищницы Урала, заставьте себя воспользоваться случаем осмотреть эту мировую редкость. Субтитры создавал DimaTorzok